Пандемия коронавируса главный вызов последних двух лет. При выборе все запретить. На всякий случай, либо разумно оценить свои возможности, как заявил Николай Любимов, региональная власть выбрала второе и об этом шаге не пожалела. Самое основное, что мы не пошли на закрытие всех наших промышленных предприятий, сделали все разумно и в отношении предприятий частной медицины, в отношении предприятий сферы услуг. Что, собственно говоря, предопределило и экономическую ситуацию в Рязанской области. Я имею в виду то, что у нас темпы роста промышленного производства, в отличие от большинства регионов в стране, они не только не упали. Они первое время, конечно, снизились, но далее и в 2020, и особенно в 2021, в текущем году, они росли выше, чем в среднем по стране. Сейчас у нас 108,3 темп роста промышленного производства и, соответственно, по стране у нас 105%. Одна из самых резонансных тем декабря – открытые письмо губернатору от перевозчиков с просьбой поднять тариф в общественном транспорте сразу на 5 рублей. С 23 до 28. Такое резкое повышение Николай Любимов счел недопустимым. Во-первых, в нынешней ситуации это накладно для жителей, а во-вторых, с качеством обслуживания сегодня прямо беда. То есть мы вот, допустим, повышаем проезд, где мы видим после этого гарантированное улучшение качества услуг предоставляемых. То есть у нас постоянно от людей обоснованные совершенно жалобы слышно о том, что троллейбусы или автобусы ходят иногда переполненными, о том, что не соблюдается график движения, что по вечерам из ряда наших районов города, да и в районах тоже это, естественно, присутствует, уехать невозможно. Хамское отношение иногда водителей присутствует к людям. Я понимаю, что обоснованно это экономически, да, надо, конечно, повышать. Никуда не денешься, в результате мы это должны будем сделать, но повышать разумно так, чтобы люди от этого сильно не пострадали. Об увольнении бывшего вице-мэра Михаила Семенова губернатор впервые высказался публично. Как известно, экс-чиновник сейчас пытается восстановиться через суд, но Николай Любимов четко дал понять, с этим человеком рязанской власти не по пути. Это вопрос профессиональных качеств. Люди, которые хотят работать в команде, это как и всем относится, не только к Михаилу Олеговичу Семенову, они должны понимать, чего от них хочет губернатор, соответственно, жители. И понимать это очень четко, поскольку процессный подход, так называемый, да, когда люди занимаются процессом одним только, он недопустим. И где-то можно было подождать, где-то можно было поверить, где-то можно было, ну, скажем, дать шанс второй, где-то научить человека чему-то, а где-то уже нет. Вот, соответственно, у людей ни сил, ни терпения, ни желания ждать больше нет, как и у меня. Говоря о кадровых изменениях, Николай Любимов анонсировал структурную реформу в правительстве региона уже в январе. Людям нужен результат, как, например, уже утвержденное строительство новой поликлиники в Дашково-Песочне, которая будет работать параллельно с ныне существующей, а не вместо нее. Сегодня окончательно определились с участком, да, вот на конкретном будет участке уже строительство осуществлено. Мы, в свою очередь, уже определились даже, чтобы не было ни у кого потом отходных путей из-за того, что денег нет, да. Мы обеспечили в трехлетнем бюджете деньги на начало строительства. Вот это порядка 470 миллионов рублей на начало строительства. Ясно, мы будем просить поддержку в правительстве Российской Федерации. Сейчас, действительно, я уже говорил об этом, много разных инструментов, и построить ее должны обязательно. Самыми важными для себя событиями в уходящем году Николай Любимов назвал поход в красную зону и встречу с детьми больными диабетом. Вакцинация – единственный правильный выбор в пандемию. Рязань в этом смысле показывает хорошие цифры, привито уже 550 тысяч жителей. И самое главное – никакого ужесточения ограничительных мер в новогоднюю ночь и на все праздники не будет. А сам Новый год губернатор встретит дома в Рязани по-семейному. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».